Несколько снарядов, выпущенных с украинских позиций в районе посёлка Пески. Там сейчас идут ожесточённые бои. Видимо, отступая, украинские военные решили отстрелять весь БК по мирным жителям Донецка. Только инфаркт пережила. Всю войну пережила, да? Да. Так, что войну? В этом 8 лет даже в подвал не ходила. Она пережила всю войну, говорит Алексей. И очень радовалась, что вот-вот война закончится. И снова наступит такой для них уже позабытый, казалось, мир. Не случилось. Это игровая комната. Прямо над комнатой был прилёт снаряда в крышу. Обилие стёкол, выбитые окна, фрамуги лежали на полу. Всё было засыпано стеклом. Конечно, гарь стояла. Но вчера уже наши сотрудники вечером всё подмели, убрали. Аталия Ивановна главврач первой детской больницы Донецка, которая находится в том же многострадальном Киевском районе. Рассказывает, что это уже шестой снаряд, который прилетел с начала войны. Три снаряда прилетели в крышу, два в фасад и один племяком на кухню. Кто тебя ждёт? Дома. На налоговании, перебаре. Телефон знаешь? Помнишь, что там? Довольно. Где? Да, на. На, набирай, так, хочешь. Глава республики встретился с бойцами ВСУ, которые накануне добровольно сложили оружие и отказались вести боевые действия против народной милиции в районе населённого пункта Петровская. Это был честный мужской разговор. Я ещё раз хочу, что после решения президента Российской Федерации и руководства Министерства обороны, что те, кто служит оружие, после окончания моих действий, отправятся домой. Мы поддерживаем данное решение. Он у нас тоже непростой, я вам скажу честно, потому что вы и ваши коллеги исполняли преступные приказы, но при этом мы прекрасно понимаем, что большинство из вас такие же самые русские люди, какие мы. Когда из вас был просто введён в заблуждение преступным украинским режимом, который рисовал врага из нас, из России, дикую русофобию развивал во имя каких-то чужих целей. Придя на сторону республики, бойцы ВСУ получили медицинскую помощь и возможность связаться с близкими. Для этого глава республики дал свой личный телефон, чтобы бойцы смогли сделать этот долгожданный звонок. В ближайшее время, как заведовал Денис Куширин, бойцы напишут добровольную расписку об отказе в участии в каких-либо боевых действиях против ДНР и России. И тогда смогут, наконец, вернуться домой. Станислав Бердовальд, Андрей Потапов, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вместе. Донецк. Продолжение следует...